Нелегальная постройка. Что это? Дополнительные квадратные метры или выброшенные на ветер деньги? Испорченные нервы и реальная опасность для себя и соседей? На эти вопросы ответит наш следующий сюжет. Сегодня съемочная группа Мира Белогорья стала свидетелем сноса одной такой нелегальной пристройки в многоквартирном доме, причем находилась она на 16 этаже. Каким рублем придется поплатиться за незаконное строительство и в каких случаях можно легализовать объекты, построенные в обход правил, узнала Александра Прозорова. Вынуждены не строить, а ломать. На то, чтобы снести этот незаконный объект, понадобилось больше 10 рабочих. И вряд ли они управятся за день. Пристройка сделана на совесть, но вопреки административному кодексу. Бывшие хозяева этой квартиры на 16 этаже дома 8А на улице Есенина начали расширять свои квадратные метры еще при заселении дома. Однако обнаружился самострой в 30 квадратов лишь при ремонте крыши многоэтажки. Соседи вместе с управляющей компанией пожаловались в администрацию города. А она, в свою очередь, выступила против самостроя в суде. Суд счел пристройку незаконной и опасной для всего здания. Данный объект представляет угрозу для многоквартирного жилого дома, для всех жильцов, которые здесь проживали. Никто не рассчитывал ни снеговую нагрузку, ни нагрузку на плиты. Уже сейчас видно, что перекрытия деформировались под тяжестью. И сколько еще смогли бы выдерживать такую нагрузку, неизвестно. Расходы по сносу постройки все же придется возместить ее авторам. А это не меньше 70 тысяч рублей. Таких затрат можно было бы избежать, если бы решение суда они исполнили сами. Как это сделали их соседи по дому, также застроившие общий балкон. Там удалось договориться, потому что они понимали, что никаких шансов узаконить эту площадь у них не было. И он самостоятельно демонтировал, аккуратно, в принципе. Это не потребовало дополнительных обращений собственников и скандала, который произошел. В этом же случае решение суда хозяева проигнорировали, квартиру перепродали, но этим от проблемы не избавились. Платить за нарушение закона все равно придется. И теперь уже в тройном размере. Ему назначен был страх, и это также не повлияло. Был оштрафован должник второй раз, по части 2, 17-15. После того, как она и в этот раз не исполнила решение суда, сыскателю предлагается снести данную пристройку за свой счет с последующим сысканием данных денежных средств с должника. В Белгороде исполнение решений суда ждут еще 7 аналогичных объектов. Всего же в области более 16 тысяч нелегальных построек. 90% — это гаражи, остальное — возведенные пристройки к дому, квартире или другие нежилые помещения. Каждый случай муниципалитетами рассматривается индивидуально, в первую очередь с точки зрения безопасности. Но снос осуществляется только по решению суда. Выход один — узаконить свой архитектурный проект еще до начала строительства. Александра Прозорову, Эдуард Горелов. Новости Мира Белогорья.